Размещение первого транша облигаций Ненецкого округа запланировано на 9 ноября на московской бирже. Его размер будет утвержден в ближайшие дни. Решение о выпуске ценных бумаг принято на заседании администрации Ненецкого округа. Государственные облигации – это документарные ценные бумаги на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Общий объем эмиссии облигаций Ненецкого автономного округа составляет 2 миллиарда рублей. Это 2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Бумаги будут размещаться несколькими траншами. Размер первого из них будет утвержден в ближайшие дни. Срок обращения облигаций – 2555 дней, это 7 лет. Доход по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации погрешения и ценой покупки облигаций. То есть номинал облигаций также может меняться при доразмещении облигаций на бирже. Каждая облигация имеет 28 купонных периодов. Длительность купонных периодов составляет 91 календарный день. То есть, если простым языком, то проценты по облигациям мы будем оплачивать ежеквартально. Ставку купона определит имитент, то есть администрация Ненецко-автономного округа на основании заявок инвесторов. Дата погашения первой амортизационной части в размере 10% запланирована на 9 ноября 2019 года, далее в мае 2020, и так каждое полгода. Генеральным агентом по размещению является ВТБ «Капитал». Это первый опыт выхода Ненецкого автономного округа на организованный рынок ценных бумаг, отметил глава региона Александр Цибульский и поручил профильному департаменту разъяснить населению необходимость применения такого инструмента. А главное, какие положительные эффекты получит округ от эмиссии ценных бумаг. Это новый такой инструмент, который начинает применяться в региональных бюджетах сейчас активно. Я считаю, что он перспективный, но все-таки мы все должны идти на него, что называется, на это решение с открытым забралом и для себя понимать, почему это выгоднее, чем кредитование и иные кредитные инструменты. Основная цель эмиссии ценных бумаг – привлечение более длинных денег по сравнению с банковскими кредитами и снижение расходов на обслуживание государственного долга. Его размер по состоянию на 17 октября составляет 3 миллиарда 190 миллионов рублей. Это казначейский кредит объемом 490 миллионов и кредит из Бербанка России на общую сумму 3,7 миллиарда. Накануне выпуск облигаций государственного внутреннего займа с гарантированной доходностью 9,25 годовых начала администрация Ямало-Нинецкого автономного округа.